В общем, непонятно, куда нас повезли, потому что переводчик не смог перевезти это. Что здесь производится? Георгия, георгия! Интересно, а что из этого изготавливают? Что из этих шестеренок будут изготавливать для полного привода? А, для автомобилей, слышишь? Вы заметьте, сколько токарных станков. Интересно, много тут таких цехов? Ты видел, прям в гараже, среди поля. Оказывается, это бизнес дяди подписчика. Вот он показывает, что у него качественные станки, из Англии. Самый сложный механизм. Смотрите, это все шестеренки, все-все-все, огромное количество бочек. Здесь грязная часть, здесь отмывают, а это уже финальный результат, ребят. Очень круто. Пахнет... Керосин, 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 керосин же. Казалось бы, невзрачное помещение напичкано просто станками. Производство масштабное, я тебе скажу, для Индии, мне кажется. Это прям редкие кадры. Ну да. Там ручные труты фасуют сразу, шлифуют рядом на шлифовальном станке, отмывают в керосине. Ребят, нас пригласили в следующий цех. Смотрите, тут на огородах, что-то происходит, движуха какая-то идет. Каждый квадратный сантиметр земли используют. Бейсбол играют, бейсбол. Бейсбол в американский бейсбол. С битами. Тут тихо. Да, чувак, сперем. Прямо работают, а тут же отдыхают. Склад. А, смотри, в упаковочках прямо. Интересно, глянусь, что за фирма там выбито. Прикинь, такие у нас продаются. И везут потом их в Украину. Какая фирма? Весей? Индустрии. Такие коробочки. Понятно, что вручную упаковывать. Она прям жирная такая сама по себе. Наверное, очень дешевый ручной труд здесь. Как в Китае, знаешь? Босс? Да. Не думаю, что я... Таузель. 25 тысяч на человека. Рупи? Неплохо. Рупи? 25 тысяч рублей на нашу. График работы, давай узнаем какой. Какой график работы? Восемь часов. Ну, к нас точно так же. Это обычный, стандартный день. А почему выгодно здесь сидеть? Почему у нас не делают? У нас люди. Ленивые. Чай пить, Diego? Будет пить чай. Сейчас. Есть. Видя, что происходит вокруг, тяжело представить, что эти люди могут получать по 25 тысяч рублей в месяц. Странно. Очень много, да? Переводчиков будет расслабить. Все улавливает. Не то, что у нас. А что это означает? Сластик. Сластика? Да. Ублипс? Немецкая? Инду, инду. Сластика, покунинца, слышали? А чего? Это символ индуизма? Сласть? Странно, да? Надо заснять. Это очень странно. На перебивку. Да. Давай спросим, откуда станки? Откуда станки? Они очень дорогие. Это что значит? Так они как по наследству. На заказ покупали? Дорого? И как? До с половиной миллиона. Рупи? Да. Да. Прикинь, хату можно купить. Дорого. Я же говорю, они очень дорогие. То есть, это один станок только стоит два с половиной миллиона. Прикинь, а у нас в Луганске столько станков на заводе распилили на металл. Это вообще жесть. Не хотят работать, все разбомбили. BMW. BMW карка и парси. А, BMW. С BMW. Нифига себе. Круто. Нифига, супер подделка, да? Это не оригинал. Они тут изготавливают. Схема-то сложная. Это же утечка, скорее всего, откуда-то. Где-то информация, да? А вот, откуда-то. А вот здесь остатка в этом сделан, смотря на это. А, из чего-то сделали. А-а-а. Сняли. Копия, да? Да, да, да. Ого. Сцепление? Как там видишь? Ля, как четко. Офигеть. Ёлки-палки. Будь здоров. Сцепление с муцико, точно. Сенки. 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 Сотрудники не воруют запчасти? Кедра. Кедра. После того, как было украиня 30. Кто-то умудрился 30 в каких-то деталях украсть. Офигеть. Но все-таки, как на обычной работе, так же люди воруют. Да, да. Люди везде одинаковые, реально, везде. Ого, спасибо. Блин, такой чай вкусный, кстати, я не завариваю. Да, очень-очень. Пахнет так классно. Вообще, такие кружечки маленькие. Легкие еще такие. Легкие-легкие, алюминиевые, наверное. Как будто с детского набора, знаешь, выписали. Даже дети бегать на производстве. Раз вообще нельзя. А вдруг травма, мало ли что. Прикиньте, какая свобода. То есть, ну, чел захотел перекусить, пошел покушал, вообще не париться. Начальство его под зад не пинает. Да, это опасно. Но работающие здесь, это их дети. А, то есть, и женщин дети. Они никуда их деть не могут, наверное. У нас детей отправляют в садик и идут на работу. А тут на работу детей берут. А тут, походу, да, дети в садик. Они сразу учатся, наверное, с трех лет, как это, работать. У них игрушки, наверное, эти железные шестеренки. Да, вырастают потом такие мастера. А это ботики, агронные ботики. Опять кто-то плохо работает, видите. А, ребенка забрали. Видишь? Ну, все. Нет ребенка на производстве. Что думаешь, на показ это было сделано? Не знаю. Антох, хотел бы себе такой заводик. Честно, у меня руки не с того места, чтобы на таких заводиках работать. Счетчик, как ни странно, не точно такой же, как у нас. Даже, смотрите, провода так же неаккуратно примотаны. Я смотрю, провода вообще и просто... Это обычный фазный счетчик. Провода кое-как замотали. Ну, честно сказать, у нас бы сделали бы, наверное, поаккуратнее, мне кажется. Но, видимо, работает и никого ничего не беспокоит. Что ты говорил, типа, еще? Высоковольтная линия очень странно сделана. Вот там видно. Короче, под высоковольтной линией натянуты два заземленных провода. Видимо, если оторвется провод фазный, чтобы он не упал никому на голову, а замкнулся с землей еще там наверху и не привел к травмам. И вот как это странно. Что они делают там? Ты знаешь, что это за это? Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Сейчас еще взорвутся. На нас так орали, когда-то мы на скутере баллон везли, в комментариях кричали, типа, вы что, с ума сошли, это же так опасно. А то смотри их сколько.